Здравствуйте! Полная аудиокнига доступна по ссылке в описании, а по второй ссылке мы можем поговорить на самые запретные темы. Просто оставь свой телефон, и я перезвоню для приватного разговора. Ванда Вуд. Кулинарная магия. Секс-оладьи для счастливых отношений. Знакомство с автором. Будем знакомы. Меня зовут Ванда. В этой книге я расскажу, как использовать магию, доступную каждой женщине, в кулинарии. Я обожаю печь оладьи и бережно использую в своей готовке древние магические знания, переданные мне моими мамой и бабушкой. Бабушка была местной травницей и лекарем в английской деревушке Близгемпшира. Я любила бывать у нее летом, во время сбора трав. Она научила меня использовать магию в приготовлении пищи. Бабушка подарила мне уверенность в том, что во мне, как и в каждой девушке, живет богиня, жаждущая проявить свои таланты. В моей семье пять поколений талантливых женщин, ведающих тайны и особенности нашего мира. Для каждой из нас они свои. Мои таланты проявились в способности к кулинарной магии. И я хочу поделиться на страницах этой книги с тобой целебными знаниями. Моя жизнь, как и жизнь большинства женщин, полна ежедневных хлопот и незапланированных событий, порой круто меняющих планы. Каждый новый день способен привнести изменения в привычные и милые сердцу дела. Сейчас, будучи женой и мамой, я это понимаю и принимаю. В этом суть жизни – перемены. Будь то беременность, новая работа, новый мужчина, переезд, развод, свадьба, рождение детей, знакомство с чем-то непривычным, новым, обретение себя или потеря иллюзии о себе, внезапное открытие любви. Женщины – истинные творцы реальности. Мы рожаем детей, мы выращиваем цветы, мы готовим. Мы создаем силой своей любви и намерений события. В этой книге я научу тебя, как использовать кулинарную магию во благо себе и своим близким. Я расскажу, как, обладая способностью к готовке оладий, помочь своему мужчине стать успешнее, сильнее. Как, зная лунные ритмы и стихию своего мужчины, выбрать лучший рецепт? Подскажу, как тебе самой стать более уверенной и привлекательной в своих глазах и в глазах, значимых для тебя людей, благодаря свойствам трав и ароматов. Книга разделена на две части. Для удобства в первой части мы ознакомимся с магической теорией, со всем, что нужно знать, прежде чем приступать к этому увлекательному занятию. Мы освоим знания и тонкости в создании благоприятной реальности через готовку. Во второй части книги будут предложены мои любимые действенные рецепты оладий на разные жизненные случаи. Используй их с умом, добавляя по своему желанию знания из первой части и только во благо твори. Ну что ж, ты готова приступить к освоению кулинарной магии? Да. Часть первая. Магическая теория. Глава первая. Что такое кулинарная магия? Для чего она? Как применять? Что можно и что нельзя делать во время готовки? Настрой. Кулинарная магия – это один из древнейших видов магии. Магия приготовления пищи – это своего рода энергия, манипуляции, с которой позволяют не просто приготовить еду, а вложить в блюдо определенный посыл, намерение. Например, сделать так, чтобы съевший его почувствовал себя счастливее. Существует много способов, позволяющих наполнить кулинарный процесс и саму пищу магической силой. Любые ингредиенты блюда можно осветить или зарядить, преумножить силу их питательных веществ. Ингредиенты, которые мы используем, могут иметь символическое значение и присущие им магические свойства. Магия приготовления пищи – это соединение всех известных нам пяти стихий – воды, воздуха, огня, земли и эфира – намерения, желания. Например, можно осветить соль, как элемент земли, и добавить ее в тесто, чтобы осветить его. Можно добавить перец чили в начинку, совершая магическое действие для огненного мужчины, потому что острые красные и оранжевые пряности символически связаны с астрологическим овном, львом и стрельцом. Можно добавить в сироп для оладий измельченный вручную розмарин, чтобы принести мир и покой, поскольку розмарин обладает этим свойством. Огонь, вода, растительное масло, молоко и прочие вещества, участвующие в приготовлении пищи, также могут быть магическими. Предметы, постоянно используемые в готовке, тоже пропитываются силой намерения. Например, священный котел, коим может быть любимая кастрюля или сковорода, а также сама плита в связи с определенной целью – созданием заклинания – обретают магическую силу. Помешивание, просеивание, замешивание теста, взбивание масла и прочие повторяющиеся движения являются неисчерпаемым источником магической силы и дают возможность пропитать пищу магией. Ритмические и монотонные виды деятельности являются источником силы. Сбивание масла – процесс такой же гипнотический, как барабанный бой. Сбивание масла – процесс такой же гипнотический, как барабанный бой. Сбивание масла – процесс такой же гипнотический, как барабанный бой. Продолжение следует...